Миграция В развитии всего человечества, в развитии отдельных территорий, отдельных народов, отдельных населенных пунктов и так далее. Ну, мы с вами прекрасно знаем, какие проблемы миграционные сейчас существуют в нашем мире. Миграции в древности — это совершенно другое время. Другие ситуации, другие проблемы, другие условия. Не было государственных границ, не было пограничников, не было таможен. Я хотел бы остановиться на трех сюжетах, которые связаны с нашей территорией, с территорией Южного Урала. Потому что, собственно, миграции — это, о них можно говорить, бесконечно. Поэтому ограничимся всего тремя сюжетами. Сюжет первый. В самом начале раннего Железного века, это где-то рубеж 10-9 века до нашей эры. То есть, смотрите, 10 век до нашей эры. Это сколько будет? Тысячи лет. То есть, три тысячи лет назад. Значит, перед вами карта Прибелья. Здесь показаны современные города. Уфа, Селитамак, Бирск, Белебей. Ну, чтобы было понятно, о чем будет речь. Значит, в это время территория центральной Башкирии, то есть, территория, где располагается сейчас Бирск, Уфа, Селитамак, была очень слабо заселена. Здесь находились, судя по данным палеоботаники, леса широколиственные, очень было сыро. И населения было очень мало. Где-то на рубеже 6-5 веков до нашей эры вдруг возникает ситуация, когда сюда начинает проникать новое население, население из Прикамья. Это где-то граница Торстана и Башкирии, нынешняя современная, низовья реки Белой. Вот там, значит, стоит цифра 1, римская. Она обозначит как исходная территория этой миграции нижнекамского населения. Там современные археологи выделяют так называемую Маклашеевскую культуру. Эта культура имела глубокие корни на этой территории, уходит корнями в эпоху Бронзы, в эпоху Инеолита. То есть, это автохтонное население, которое там эволюционировало на этой территории. И вдруг вот где-то вот на, как я сказал уже, на рубеже 9 века до нашей эры вдруг начинается движение этого населения по реке Белой. Чем это было вызвано? Ученые долго спорили, было непонятно. Но, тем не менее, археологические раскопки подтверждали, что население начинало продвигаться по Белой. И здесь оно вот в районе города Бирска, современного, конечно, тогда его не было, столкнулось с другим населением, которое здесь оказалось намного раньше. То есть, одни мигранты столкнулись с другими мигрантами, которые там оказались раньше. Вот как у них там все случилось, мы не знаем. Археология об этом умалчивает, и вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем. Мы не знаем, как назывались те, кто сюда пришел из Прикамья, как назывались те, кто жил уже там. Мы можем судить только, значит, по керамике. Вот здесь на карте представлено. Значит, вот в районе исходной территории, где стоит цифра 1 римская, значит, тут показан горшочек глиняный, который было принято лепить вот там, на нижней Белой, на нижнем Каме. И с этими горшками население начинает двигаться вверх по Белой. Это вот единственный для археологов, ну вообще для науки, для ученых, единственный факт, что вот это население начало двигаться. Потому что как мы еще можем догадаться? Письменности они не знали, никаких свечеств нет. То есть вот мы, например, раскапываем поселение в районе Бирска. И находим там керамику, то есть обломки посуды, которые характерны, как выясняется, для нижней Камы и для нижней Белой. Как они тут оказались? Каким образом? Что раньше? Или наша керамика в Бирске? Или керамика та, которая копается в нижней Каме? Ну, современные методы позволяют решить. Мы решили, что Бирская керамика все-таки позже. Соответственно, отмечается движение населения из нижней Камы в сторону Бирска по Белой. Дальше в Бирске, видимо, они долго не задерживаются, начинает двигаться дальше. Значит, в сторону Уфы современной. И вот в районе Уфы возникает уже довольно много поселений с такой подобной керамики, которая когда-то была известна на нижней Каме. Но она немножко меняется. Меняется почему? Во-первых, в районе Бирска они сталкиваются с другим населением, очень редким. Видимо, у них там никаких, ну, не знаю, там, может быть, какие-то конфликты были поначалу. Но, судя по всему, все было решено миром, поскольку начали возникать горшочки с орнаментом, которые характерны как для нижнекамского населения, так и для бельского. То есть, произошла современным научным языком метисация. То есть, население смешалось. И дальше они как бы вместе уже пошли дальше, вверх по Белой. Дошли уровни Уфы. И здесь какое-то время они довольно долго существовали, обитали. Тут очень много памятников. Вот видите, кружочки с цифрами в районе Уфы. И обведена территория пунктиром. Значит, это вот такая вот промежуточная территория миграции. Потому что миграция — это очень сложный процесс. Как вы видите, по цифре 1 — это исходная территория, по цифре 2 — это промежуточная миграция. То есть, вроде бы, все нормально, все хорошо складывается. Население заняло какую-то территорию, расселилось, занялось своим хозяйством. Что-то у них начало получаться, и вдруг они начинают двигаться дальше. А случилось то, что чуть позже на эту же территорию начинает проникать новое население. Среднекамское и Верхнекамское. Вот эти вот синие стрелочки, которые идут по карте, обозначают как раз этот путь. Вначале что-то случилось на Нижнекаме, потом что-то случилось с Среднеками и на Верхнекаме. И население начало двигаться на юг. И вот эти два миграционных потока столкнулись в районе Уфы, современной опять же, тогда ее не было, еще раз оговариваюсь. И вот эта вот общая волна мигрантов начинает сдвигаться дальше, в сторону Стелетамака. Но и там они недолго задерживаются, и наконец они по, опять же, по реке Белой уходят в Верховье, практически в предгорье. Вот самый низ карты. Цифра 3 римская обозначает этот район. Это, получается, конечная территория, где вот эти мигранты все осели, остановились. И самое интересное, что по ходу дела, вот эта вот керамика, которая была у нас на исходной территории, вот горшочек которой в верхнем левом углу. И хотя население родственное, генетически связанное, но те горшки, которые находятся на картиночке в нижнем правом углу, практически совершенно разные. То есть если мы просто уберем весь центр, серединку, и возьмем сравнить эти два массива керамики, они очень мало будут друг на друга похожи. И очень будет сложно сказать, что это население родственное. Но зная вот эти все переходные моменты, наука позволяет сказать, что где-то вот в районе 9 века до н.э. и вплоть до 6 века, опять же до н.э., то есть практически 300 лет двигалась эта миграция. И вот это население, в конце концов, осело в горно-лесной зоне верхнего течения реки Белой. И там оно, видимо, и осталось, потом растворилось в следующих потоках миграции. То есть это была первая такая мощная миграция, которая прослеживается в нашем регионе в начале раннего железного века. А значит, мотивы этой миграции, почему вдруг люди жили-жили себе, долго жили, начиная с каменного века, весь бронзовый век, и вдруг при переходе от бронзового века к железному, вдруг решили переселиться. И мы с помощью полинологического метода, полинологический метод это что? Это, значит, вот видите, фотография в шурфе. Через каждые 10 сантиметров берется срез земли, набирается в мешочек. Главное, чтобы их не смешивать. Вот здесь, вот видите, взято 13 образцов. Потом каждый образец обрабатывается в лаборатории. Оттуда вымываются все ненужные детали, остаются только споры и пыльца растений. Оказывается, споры и пыльца растений сохраняются очень много-много лет. И мы можем узнать, например, вот в самом низу, SP1, например, то есть образец 1. Какая растительность была в самом низу, в самом основании этого культурного слоя, то есть когда начала образовываться жизнедеятельность этого поселения началась. В это время, как выясняется, было очень влажно, заболочено. И в это время как раз фиксируются находки эпохи бронзы. Но очень слабенькие, очень слабенькие. То есть население жило в этом месте сезонно. То есть это время от времени это место затоплялось. И летом они там жили, в другое время куда-то уходили. Образцы чуть повыше дают нам признаки оригинализации климата. Оригинализация климата, что это такое? То есть усушение. Дождей все меньше и меньше. Лето становится все жарче и жарче. Деревья высыхают, трава высыхает. То есть один год засухи это ничего не дает. Но когда десятилетиями засуха продвигается, меняется полностью весь ландшафт. Вот сейчас мы с вами, кстати, живем в период резкого изменения климата. Все мы знаем, что такое глобальное потепление. Нам говорят, что виноваты люди. Нужно сокращать это, сокращать потребление, меньше дышать, больше бегать и так далее. Все это ерунда. Значит, наша планета, как живое существо, она дышит. То есть вот есть времена потепления, есть времена увлажнения, есть времена похолодания, есть времена усушения. Археология дает на это четкие ответы. Вот у нас как раз зафиксировано первый момент реализации климата. Это как раз где-то рубеж 9-го, 8-го веков до нашей эры. Как раз когда началась вот та миграция, о которой я вам говорю. То есть сменилось. Если мы сейчас с вами в современном мире, мы, конечно, зависим от климата, но не сильно. То есть мы живем все в каменных домах, ну или в деревянных, кому как повезет. В каждом доме есть отопление, туда подается вода, электричество, газ. То есть что бы ни было снаружи, была гроза, выпал снег или там, не знаю, какая-то еще катаклизм случился. Мы с вами в тепле, в уюте, можем включить телевизор, посмотреть фильм, нам тепло, мы можем приготовить еду. А в древности такого не было. Если случаются какие-то природные катаклизмы, люди жить уже не могут. Они покидают ту территорию, где жить не могут. И вот такое случилось как раз на рубеже 9-го, 8-го веков до нашей эры. Это было в Нижнем Прикаме, они спускаются, вернее, поднимаются вверх по Белой, где климат был более суше, более теплее и более подходил к их образу жизни. Вот. Таким образом мы выясняем причину этой миграции. И вот результатом этих миграций, начавшихся в 9-м веке до нашей эры, закончившихся где-то в 6-м примерно, случилось то, что среднее течение реки Белой, до этого очень мало населенное, практически памятников археологии мы там этого времени не находим, их очень микроскопически мало. И вдруг в это время, вот после 9-го века, прям всплеск, возникает очень много поселений, появляются даже могильники. И вот на этой основе начинает формироваться новая этническая общность. Впоследствии мы ее называем карабыцкой культурой. Но в то время она еще не сложилась, это было население, из которого оно все произошло. Но уже было из чего. И самое главное, складывается хозяйственный образ этой местности. То есть основной вид хозяйства в это время – это скотоводство. Земледелие под вопросом. Может быть и было какое-то, но сказать сложно. Но основной вид деятельности – это скотоводство. Значит, вот сюжет 2. Сарматское время. Сарматское время названо почему? Сарматы – это обобщенное имя древних кочевников, ранних кочевников, которые обитали в степном поясе Евразии. Степной пояс Евразии протянулся от Монголии до Западной Европы. Такой вот мощной узкой полосой. Современная Россия сейчас фактически… Россия и Украина и часть Европы входит в состав… Вернее, в этот состав входит этот великий пояс степей. Основная масса этой степей входит сейчас в состав Российской Федерации. И мы с вами, собственно, сейчас вот в этом поясе и находимся, где этот пояс степей подходит горной зоне. Вот позади нас горы, а мы тут в степях сидим. Так вот, в эпоху раннего железа, значит, вот то, что я вам говорил по сюжету 1, заселялась река Белая. В это же время, примерно, где-то начиная с 7 века до нашей эры, начинает заселяться степная зона Южного Урала. Заселялся он очень медленно, так вот небольшие группы людей появлялись. Но, видимо, климат еще был не очень благоприятный, потому что основной род деятельности – это было кочевое скотоводство. Оно очень подвержено климатическим изменениям. Любая засуха – это все, падешь скота, скоту есть нечего. Кочевники тогда еще сено на зиму не заготавливались. Зима холодная, очень снежная. Скоту есть нечего, начинается падеж, население голодает. Соответственно, либо оно уходит с этой территории, либо вымирает. Но, тем не менее, где-то к рубежу 5-4 века на Южном Урале складывается более-менее благоприятная ситуация климатическая. И здесь формируется довольно мощная группировка ранних кочевников. Центром этой группировки становится река Илег, где еще в прошлом веке, то есть в 20-м имеется в виду, раскопаны так называемые царские курганы в районе Филипповки. Вот в нижнем левом углу звездочкой написано слово «Филипповка». Это обозначает как раз местонахождение царских курганов. Там были захоронены, судя по пышности погребения, очень много золота, очень много оружия, очень богатый звериный стиль, изображение оленей, других животных, представителей, тех, кто обитал в это время. Говорит о том, что там очень сильная была политическая группировка. И другими звездочками обозначены менее значимые памятники. Вот Новомусина, Переволочан, Сибай, Аль-Мухаметова. Аль-Мухаметова ближе всех к нашей территории, где мы сейчас находимся. Это были тоже погребения вождей, но вождей низшего ранга. В это время и в лесотепной зоне, в районе южнее Уфы, в районе современного города Стелетамака и райцентра Красноусольский, где известный курорт сейчас находится, там складывается культура оседлого населения. И они начинают очень так тесно контактировать. Но это значит в условиях благоприятного климата. Но опять же начинается усушение степей. Первое усушение мы фиксировали на рубеже 9-8 веков до нашей эры. А в 4 веке до нашей эры опять началось такое же глобальное изменение климата, в котором мы сейчас с вами живем. Но мы живем в условиях потепления, и у нас тут увлажнение идет. А тогда было не только потепление, но еще и усушение. Реки пересыхали, маленькие ручейки перестали течь, родники иссякали. Негде было кормить, поить скот. Вот эта вот шикарная материальная культура, которая сложилась на основе в районе Филипповки, она просто теряет свои корни, вынуждена куда-то уходить. И явно часть из них ушла на запад, в сторону Черного моря. Там климат был более благоприятный. Но, тем не менее, какая-то часть из этих кочевников ушла на север, к нам, в Башкирию. И вот одним из свидетельств этого ухода является вот это изображение оленей. Вот в Филипповке, видите, вон там, опять же, внизу слева, это золотая накладка на сосуд, изображение оленя. Характерные, значит, черты этого оленя, то, что очень богатые рога. В жизни у оленей таких рогов, конечно, не бывает. Они менее такие ветвистые, не такие загнутые и так далее. И вот мы видим, что вот этот образ оленя начинает проникать глубоко к нам в Башкирию, достигает района Стелитамака, Уфы, Бирска. Но он, конечно, немножко изменяется. Преломляется в понимании тех народов, куда он попал. И археологи, ученые считают, что это вот часть кочевников уходит. Начинается миграция кочевников на север. Спасаются люди от засухи. Это следующий момент. В 4 век продолжается засуха. В 3 веке она тоже, судя по полинологическим данным, продолжается. И кроме миграции с юга на север, возникает миграция с востока на запад. Вот смотрите, в нижнем правом углу территория Китая. Ордос. Это территория, изгиб реки Хуанхэ. Если вы приглядитесь, там внизу есть еще, значит, на этой карте показана Великая Китайская Стена. Это Великая Китайская Стена, построенная для защиты от северных кочевников. Вот как раз Ордос был один из центров, где расцветала культура этих ранних кочевников. У них в их мировоззрении большое место занимались звериные образы. Мы пока не знаем, с чем это связано, как это все они там объясняли, как все обыграно. Но тем не менее мы находим вещи, на которых очень масса изображено животных. Человека там практически нет. Там есть львы, грифоны, кабаны, волки, пантеры в разных позах. Вот здесь как раз представлены три основные. Это лев, поедающий свою жертву. Справа самая крайняя такая вот многофигурная композиция. Это вот кабаны окружили пантеру. В центре пантеры свернутая кольцом. Что это под этим подразумевалось непонятно. И в центре там вот изображение грифонов. Это такая, так называемая, двухлочевая свастика. То есть свастика возникла-то не в 20 веке, не в Германии. Она возникла давно. Это просто нацисты решили использовать старую символику. И вот эта вся звериная тема вдруг начинает развиваться и проникает, например, в район Новосибирска. Видите, там обозначена большереченская общность. Это вот такая вот тоже большая культура лесостепная. Там такие же вот образы, которые на границе Китая сформировались, вдруг появляются там через какое-то время. Это, скажем так, промежуточная стадия или территория миграции очередной с востока на запад. И конечной территорией этой миграции является наш Южный Урал, Башкирия. Видите, если вы посмотрите, там такой же образ льва, который что-то там поедает. Такая же многофигурная композиция. Но, правда, она уже сильно видоизменена. Там уже трудно понять, что изображено. Видно, что в центре какое-то животное, свернутое кольцом, а вокруг другие. Какие-то с клювами, с глазами, непонятно что. То есть, если здесь все реалистично, все понятно, то через какое-то время все образы теряются. И люди, которые вновь и вновь воспроизводят эти образы, теряют смысл изображения. Но помнят, как все это должно выглядеть. И остается только более-менее ясным образ грифона. Двухглочевая свастика вот эта вот. Наверху одна головка грифона и другая внизу. Смотрящая в другую сторону. Это конечная стадия этой миграции. Значит, эта миграция останавливается в Прибелии в среднем. И под этим влиянием в результате этого было понятно, что какое-то население от границ Китая пришло к нам сюда в Прибелии, в Приурали, в Башкирию. Центральную. Но все не так просто. Если обратиться непосредственно к археологическим памятникам, отвлекаясь от этого звериного стиля. То есть брать чисто только керамику, погребальный обряд. То получается намного ситуация сложнее. То есть вначале население, которое пришло от границ Китая, накапливалось вот в районе современного Челябинска. Вот видите, цифра 1. Это исходная территория. Треугольничками показаны памятники. Это в основном курганные могильники. Их относят либо к саргатской, либо к гороховской культуре. Стрелочками показано примерно. Это очень приблизительно. Это только гипотетически. Потому что точно мы сказать не можем, как древние люди ходили. Но цифра 2 римская нам показывает переходную, промежуточную территорию, где это население немножко как бы отстоялось, отдохнуло, образно говоря, от этих вот конфликтов, от этих вот изменений климата. Это у нас сейчас называется Месигутовская лесостепь, северо-восток Башкирии. Это Дуванский, Мечетлинский, Салаватские районы. Это там, где текут реки Ай, Юрюзань. Вот там какое-то время это население проживало, но недолго. Почему-то дальше оно опять двинулось, опять на запад. И в результате выходит вот как раз в район города Уфы, где у нас уже предыдущая общность, которая сложилась, как я вам говорил, пришедшая из Нижней Камы. В нее вливается как бы новая струя мигрантов. И вот на этой основе начинает формироваться новая общность, которую в археологии называют крабыской культурой. Крабыская культура очень смешанная культура, очень интересная. Она отличается очень резко от своих соседей всех, в связи с тем, что в нее влилось очень много мигрантов. Плюс еще в момент формирования этой крабыской культуры с юга, из Средней Азии, приходит другое население. Вот показано синей стрелкой буква А и буква Б. Население это приходит от границ древнего Хорезма. Как раз Хорезм, современная территория Казахстана, подпадает под влияние огромной империи хименидов. Где-то в IV-III веках до н.э. Ксеры, Ксеркс, Дарий в борьбе с древними ранними кочевниками-саками захватывают территорию, и часть их уходит на север. И вот у нас под Уфой хорошо известны курганные могильники старой Киешки и Бишунгарова. Там очень большое количество харизмийской посуды гончарной. И нам хорошо известно, что ни местные кочевники, ни местное население гончарную посуду не производили. То есть это привезенное с собой из Казахстана. Она там разбилась, ее складывали в могилы, даже старые. Видно, что сломанный горшок, отреставрированный, там просверлены дырочки, чтобы скрипеть трещину. Или вообще отломана ручка у сосуда, или отломан верх, но все равно он использовался, потому что, так сказать, импорт больше не шел. Ну и вот итогом всех этих миграций с армадского времени стало то, что в лесостепном предурале, то есть это район города Уфы, складывается очень своеобразное этническое образование, которое в археологическом отношении называется карабысской культурой. Оно существует практически до начала следующей эпохи. Для начала эпохи Великих Переселений, а потом и Раннего Средневековья, к которому сейчас плавно и переходим. Это вот карта, где отражены уже миграции следующего времени, эпохи Раннего Средневековья. Раннее Средневековье у нас, вообще Средневековье начинается, исходя из европейской истории, пятым веком нашей эры датируется, когда пала не Римская империя, а чисто условная дата. Один из германских военачальников пересылает византийскому императору регалии последнего римского императора и говорят, что они нам больше не нужны. Все, античность заканчивается, на этом начинается Средневековье. У нас, конечно, от нас все это было очень далеко, нас это мало касалось, у нас были свои проблемы на нашей территории, и вот мы будем их рассматривать. Как я уже говорил, до эпохи Великого Переселения доживает образование карабысская культура, которая сложилась в ходе миграции эпохи Раннего Железа. Где-то в четвертом веке нашей эры карабысской культуры перестает существовать, причины пока этого нам непонятны, значит, нужно над этим работать, собирать информацию, копать новые памятники, изобретать какую-то новую методику. Но так или иначе, значит, появляется какое-то другое население. В цифре 1 и пунктиром обозначена общность, новая общность эпохи Раннего Средневековья, которая складывается на территории Зауралии, Западной Сибири, это территории современной Челябинской области и Курганской, и немножко задевает Тюменскую область и так далее. Это так называемая бакальская культура или бакальская общность. До VI века она благополучно развивается в своем ареале. Существует большое количество городищ, поселений, могильников. Но в VI веке что-то происходит, и начинается движение этого населения на запад, в сторону Урала. Вот самое раннее фиксируются вот стрелочки под буквой А на этой карте. Значит, они выдвигаются в Башкирию на территорию той же самой Месигутовской лесостепи, о которой уже я говорил в предыдущих сюжетах. Это, видимо, географическая какая-то обусловленность, что зауральское население, лесостепное, не степное, степное обходило с юга, а вот лесостепное проходило прямо через горы. Потому что уральские горы, они все-таки проходимые, это не Альпы, и не Тибет, и не Памир, они все-таки пониже. И где-то вот в этом, это, конечно, стрелка довольно условная, четко, естественно, никто не прослеживал, какими тропами и какими перевалами проходило это население, но тем не менее фиксируется, что в районе Месигутской лесостепи в VI веке появляются новые памятники, которые имеют происхождение с ареалом бакальской культуры. Вместе с бакальской культурой проникают и другие группы зауральского населения, мы их называем кушнаренковцами, называем краекуповцами. А вот в Западной Сибири, в Заурале, они не выделяются из общей массы, они начинают выделяться из общей массы только у нас, на нашей территории. Следующий этап, значит, какое-то время они осваивают вот эту Месигутовскую лесостепь, то есть это между речью Юрюзани и Ая, там такая лесостепная зона, близкая им по ландшафту, и поэтому они там могли свое хозяйство такой же тип осваивать. То есть население двигалось там, где наиболее близко ему природа, где они могли заниматься тем же самым, чем они занимались на своей родине. Дальше вот стрелочка продвигается из этой вот цифры 2, первый выдвигается дальше, цифра 2 тоже такая же. Это при Урале, это как раз вот район современного города Уфы, это Кушнаренковский, Чекмагушевский и Ильишевские районы современной республики Башкоростан. Там это население какое-то время расселяется, видимо там уже никого не было, предыдущее население куда-то ушло, или там, не знаю, что-то с ним произошло, не знаю, его не было. Они расселяются на свободной территории, занимаются своим хозяйством, там возникают те же самые городища, вот квадратиками обозначены городища, а полусферами это курганные могильники. То есть они повторяют свою культуру, та, которая была на исходной территории. Какое-то время они там проживают, судя по памятникам, вроде бы неплохо, то есть у них там условия их устраивали природные, но почему-то как-то все это быстро затухает, и возникает вторая волна из этого же ареала, но намного позже, где-то спустя 150-200 лет, после первой волны, буквой Б обозначена, вот эта вот, она идет намного южнее, цифра римская 3 обозначает скопление курганных могильников, это где-то, это значит Баймакский и Хайблинские районы, зауральские. Да, промежуточная, да, и задевает они наш Обзелиловский район, где мы с вами сейчас находимся. Там вот как раз между стрелками двумя, которые обозначены буквами Б, там есть такой значок курганного могильника, это курганный могильник Муракаева. Если кто ехал со стороны Башкирии, он проезжал обязательно от Муракаева, если кто ехал со стороны Челябинска, то миновал. Это вот здесь как раз недалеко, где-то 20-30 километров от нашего места, где мы сейчас с вами слушаем эту лекцию. Дальше они продвинулись еще южнее. Какое-то время... А, да, значит, и приуральское, и зауральское население какое-то время обитали вместе, но при этом приуральское население очень сильно попало под влияние уже в это время сформировавшегося хазарского каганата, потому что оружие, конское узда, которое найдено в этих курганах, соответствует формам встречным в хазарских памятниках. Сильное влияние. А вот зауральская территория попадает в влияние кемакского каганата. Он возник несколько позже, чем хазарский, и у него была очень своеобразная культура азиатская, там свои виды конского снаряжения, свое оружие. И как бы когда-то общее этническое, общее население, родственное, разделилось вот на эти две линии развития. Одно попало под влияние хазар, другое попало под влияние кемаков, и это определило их дальнейшие исторические судьбы. Вот эти вот памятники, которые ушли на юг, южные самые, цифра 2, нижняя цифра 2, самая нижняя, самая южная, и цифра 3, это обозначает памятники, которые исчезли в середине 9 века. Они перестали функционировать. А вот памятники, которые обозначены немножко севернее, они продолжали функционировать и в 10 веке, и даже в 11 прослеживается. И многие исследователи связывают это с тем, с известным историческим фактом, переселением Мадьяр из Южного Урала в Панонию, то есть современных венгров, современная венгерская республика, считается, что исходная территория миграции венгров был Южный Урал. И большинство исследователей сходится на той мысли, что вот эти вот памятники, которые у меня на карте обозначены, южная цифра 3 и самая южная цифра 2, это как раз памятники еще не венгров, но то население, которое вместе с венграми ушло на запад, вот стрелками под литерами С латинскими, это обозначает уход этого населения дальше на запад. А вот то население, которое осталось севернее, по цифрами 2 и стрелочки, которые обозначены буквами А, оно осталось здесь, никуда не делось. Почему это произошло, мы не знаем. Может быть, какие-то политические моменты, может, какие-то природные, может, то и другое вместе. Это надо еще выяснять. Это дальше следующее. И результат явился того, что в этническом отношении часть этого населения ушла на запад, стала венграми, а часть, которая осталась, впоследствии участвовала в образовании современного башкирского народа. Но нельзя сказать, что они стали ядром этого народа, потому что потом еще у нас прослеживаются миграции 10 века нашей эры, миграции времен Золотой Орды, о которых мы сейчас уже говорить, не будем, у нас времени мало. Вот это результаты миграции раннего Средневековья. То есть вначале как бы единая, вот это вот изначально, как ее называют археологи, Бакальская общность, представители этой общности выдвинулись к нам на Южный Урал под влиянием климатических изменений. Здесь они разбились на несколько групп, которые мы выделяем, Кушнаренковская, Краекуповская и та же Бакальская культура. Потом часть из них уходит вместе с венграми на запад. Кто-то остается, к ним добавляется еще волна мигрантов с востока, и уже на этой базе формируется современный башкирский народ. Это вам, так сказать, в качестве иллюстрации. Это как современные художники видят тех, кто когда-то здесь кочевал. Значит, вот справа это воин, это по материалам муракаевских курганов, о которых я вам говорил, которые здесь недалеко находятся. Там найден вот этот вот шлем, цельнокованый, с ребрами жесткости. Найден панцирь из пластин, пластинчатый панцирь, кольчуга найдена. Значит, воины все вооружены были копьями, сложными, сложными вставными луками, вот у него там немножко за спиной торчит, и прямыми однолезвийными клинками, предтечами сабель. Сейчас называется палаш. И слева это реконструкция воина по материалам лагеревских курганов, которые находятся несколько севернее, в Салаватском районе республики Башкортостан. Там тоже примерно то же самое вооружение, но шлем, обратите внимание, не цельнокованый, а склепанный из нескольких пластин, так называемый шпангельхельм. Панцирь такой же, и маленькая такая вот деталь, маленькая сумочка, если вы, на поясе висит, рядом с колчаном. Это вот чисто мадьярский элемент культуры, который у нас фиксируется, по которым венгерские ученые считают, что именно Южный Урал это исходная территория венгерской миграции. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...